Михаил Лепарк. Коллекционер душ. Книга вторая. Голова первая. Кто этот новенький? Значит, ты думаешь, что был у Великой Русской Стены только за завесой? Серый сидел на кровати моей сестры напротив меня и гнул козырек своей кепки. — Сверепая бычья морда под надписью «Чикаго Буллс» смотрела на меня с его головного убора и как будто тоже ждала ответа. — Вы сами сказали, что такой огромный разрыв существует только за стеной, — развел руками я. — А почему она покрыта огнем? Думаю, что материал, который вплавляют в ставни и в эту... стену, выглядит для существ с той стороны примерно так. — Именно пламя не позволяет монстрам пройти сквозь преграду и оказаться по эту сторону. — Ты думаешь, что именно Русская Стена мешает чудовищам добраться до тех разрывов, которые появляются каждый день в городах? — вклинился в наш разговор Жендос, пережевывая во рту бутерброд с салом. — Это моя версия, — ответил я. — Значит, вся эта толпа монстров копит силы, чтобы ворваться в наш мир и попробовать прорваться через казачью заставу? Серый почесал свой шрам. — Опять же, я так считаю. Могу ошибаться. Но мы все равно обязаны как-то предупредить тех, кто несет там службу. Подготовить одаренных к битве. Боюсь, это все, что мы можем сейчас сделать. Мои друзья погрузились в молчание на минуту. Может, больше. — Можно попробовать написать письмо? — наконец, — сказал Серый. — На почте получится узнать адрес. Я видел, что там даже марки продаются с изображением казачьей заставы. — Это самый верный способ, — кивнул я. — Я напишу письмо и отправлю его на север. — На этом наша миссия будет закончена. Спасибо, парни, что сходили со мной на кладбище. — Фигня! — отозвался Жендос. — Мы ведь так и не узнали ничего о коллекционере. И зачем он убивал людей возле разрыва, который ведет к казачьей заставе? — У меня есть идея, — шмыгнул носом я. Кажется, поднималась температура. Глобус говорил про жертву, которой далось вырваться из лап коллекционера. — Нужно найти эту девушку и поговорить с ней. Может, она поможет собрать нам этот пазл? — Ты думаешь, вся эта история не выдумка? — поднял брови Жендос и потеребил мочку своего оттопыренного уха. — Надо проверить. — Я могу попробовать узнать ее имя. Серый надел кепку на свои сальные вьющиеся волосы. — По рукам? — я встал с кровати, чтобы проводить парней к выходу. — Мы не остаемся у тебя на ночь? — законючил Жендос. Я посмотрел на свои монтаны, надетые на левую руку. Половина девятого. Отрицательно помотал головой. — Кажется, у меня температура, пацаны. Вам лучше по домам, вы еще успеете до начала комендантского часа. — Не хотя... Но парни все-таки засобирались домой. Я вышел из дома вместе с друзьями, чтобы дойти до круглосуточной аптеки и купить все необходимое для того, чтобы быстро встать на ноги. Трафлю, которое я привык пить, при каждом подобном случае в будущем, в аптеке не оказалось. Вернее, о нем тут вообще ничего не слышали. Поэтому я закупился обычным парацетамолом, аналегином, сиропом от кашля и аскорбинкой. Весь следующий день я провел дома, пытаясь побороть простуду. Это оказалось куда легче, чем я думал. Мой детский организм справлялся с хворью так быстро, что я мог бы обойтись и вовсе без таблеток. Старые традиционные методы — подышать вареной картошкой и горячее молоко с медом — вполне бы справились за один день. Вот они, преимущества молодого организма. Меня и похмелье не будет мучить лет эдак до двадцати восьми, однако и разум сейчас другой. Не готов я спускать дни напролет на светские вечеринки и тусовки. В первую очередь хочу сделать жизнь своих близких счастливой. Впереди меня ждала неделя каникул, и я не терял попусту время. Мне все еще нужно как можно быстрее заработать на поддельные паспорта, чтобы начать новую жизнь, когда получится отыскать мать и освободить сестру. Сперва пришлось поменять номер телефона в объявлении по уборке на домашней Клавдии Петровны, а затем расширить штат бабушек, работающих на меня клинерами. Замена оператора прошла почти незаметно. После этого, чтобы увеличить свои доходы,